В 2025 году Федеральная налоговая служба введет в строй автоматизированную систему налог-3, которая, среди прочего, будет получать данные о пересечении россиянами границы. И на основании этих данных начнет автоматически определять налоговое резидентство. Об этом сейчас и поговорим. Здравствуйте! Сегодня вторник, 18 июня. С вами Максим Блант и «Свежая новость дня» или, если угодно, «Вести цифрового ГУЛАГа». В РБК ознакомились с планами Федеральной налоговой службы, где обнаружилось, что уже в следующем году фискальное ведомство собирается запустить автоматизированную систему, которая автоматически будет определять налоговое и валютное резидентство граждан. Напомню, что налоговое резидентство определяется количеством дней в году, проведенных на территории страны. Если больше 183 дней – резидент. Меньше – нет. Валютное же резидентство зависит от наличия гражданства или постоянного вида нажительства той или иной страны. Система «Налог-3», которая должна начать работать в 2025 году, получит доступ к автоматизированной системе идентификации лиц, пересекающих российскую границу. Но не только. Ее также подключат к системе миграционного учета «МИР», которая используется не только для учета, но и для оформления документов, приезжающих в страну людей. Налоговые органы и сейчас могут оперативно получить такого рода информацию о любом налогоплательщике. Вот только сейчас для этого нужно оформить запрос и ждать ответов. А в новой конфигурации они по определению будут знать все обо всех, безо всяких запросов и прочих глупостей. Кого это коснется? Во-первых, экспатов и трудовых мигрантов, которым теперь придется гораздо внимательнее считать дни пребывания в России и принимать решения о въезде и выезде в зависимости от того, какое налоговое резидентство они хотят иметь. Российские резиденты платят меньше налогов, но обязаны предоставлять все данные обо всех своих зарубежных счетах. Так что и в том, и в другом статусе есть свои плюсы и минусы. Кроме мигрантов есть немаленькая часть российских граждан, которая значительную часть года проводит за пределами России. Это не только люди, уехавшие от войны или мобилизации. Дауншифтеры, программисты и другие специалисты, работающие на удаленке и живущие там, где климат лучше или еда дешевле. Им сохранить иллюзию присутствия или наоборот отсутствия в России будет практически невозможно. Напомню, что налог на доходы физических лиц для нерезидентов в России составляет 30%. И это по определению больше, чем налог для резидентов, даже после того, как этот налог будет повышен со следующего года. Кроме того, со следующего года для нерезидентов появится еще и налог на доходы со срочных банковских вкладов. Так что на кону сумма для государства может и не принципиальной, а для людей весьма неприятной. Но с тем, что государство, совершенно не спрашивая ни у кого согласия, получает все больше информации о каждом из своих, ну а заодно и чужих граждан, попавших на его территорию, можно только смириться. Не вчера эта тенденция началась, не завтра и закончится. Так что это простое напоминание о том, что большой брат никогда не спит и видит все больше. А у меня на этом на сегодня все. С вами был Максим Блан. До встречи.